работа самодельного копировального станка помощник мой помощь его делаем винты вверху стоит шаблон по которому копируем внизу заготовка таким образом работает подвижная каретка электродвигатель на 380 1,1 киловатта большое повышение на пиле около 5000 5 часов по моему я считал таким образом устроена работа электродвигателя дворников вот этот моторчик подача вот это у нас противовес маленькие шестеренки пришлось вручную делать ничего не подобрал это у нас автомобильные жигулей в общем шестеренки натяжение вот так все устроено просто вот этой верхней трубой регулируется зазор вот здесь на подшипниках то есть это все можно поджать все плотно ничего не вибрирует жестко здесь тоже все регулируется спилить достаточно неплохо вот эта вот штука у нас сделана от провисания сейчас установлю покажу как это выглядит после того как пропиливаю ступицу устанавливают такое кольцо оно на подшипнике опирается это от провисания ступицы когда вот эта лопасть пропиливается она становится как сказать жидче и то есть идет небольшое провисание там небольшое ну пару миллиметров но все-таки когда начинаешь вторую сторону пилить потом видна разница и приходится много доводить руками я установил такую тканитель сделал вот он шток вот этот вставляется он регулируется все здесь точно по центру он этого кольца устанавливается на подшипнике здесь у нас тоже все регулируется я не стал это все делать к раме приваривать крепить то есть это легко на месте подрегулировал самое главное чтобы не было провисания вниз и все с этой штукой получается идеально как бы решились проблемы с провисанием каретка вот у нас вот так двигается на подшипниках бегает все это дело протяг вот так устроен то есть вот она привод взята была взята гайка широкая разрезана пополам и то есть вот таким образом хлоп и вот так вот пружиночкой ставится и все он работает доходит до конца она упирается и самопроизвольно вот так отстегивается даже не надо контролировать все потом отстегнул назад вернул как бы все очень легко и просто вот так у нас все работает то есть кольцо опирается на подшипники и в общем все четко работает самое главное не провисание лопасти получаются одинаковые это главное брусок крепится на саморезы просто прикручивается и все к уголку вот таким образом то есть вот эта стука у нас регулируется задвигается выдвигается то есть можно пилить любую длину ну максимально я здесь пилил 2,20 то есть вон они у меня шаблоны кое-какие сделаны ну разного вида и вот устанавливаю саблоны по нему пилю пила немножко подкупилась уже надо снимать точить немножко лохматит ну в любом случае по зазорам по размеру пилить точно толщину профиля можно регулировать заменой диска больше ты меньше ставишь можно пилить толще, тоньше то есть регулировки позволяют настроить станок в общем то сразу как сделал практически сразу я его быстро настроил он у меня начал работать единственное пришлось маленько по скорости подбирать не угадал по скоростям вот с этими передаточными числами немножко настроил и плюс вот тут у меня трансформатор и сопротивление так сделал на скорую руку так до сих пор все и осталось нам нужно переделать сделать это как-то культурно чтоб было в общем подача регулируют через сопротивление вот эти вещи у меня вот эти вещи у меня не взаимосвязаны поэтому регулируются отдельно можно настроить быстрее вращение можно медленней то есть если брусок толстый пилю можно вращение настроить медленно и подачу медленно сделать и тогда будет чисто из пилочки дольше будет пилить но чисто а так собран практически из металлолома ничего особенного тут сложного в постройке такого станка нет все винт закончен вот примерно что получается поближе сейчас покажу ну вот пила тупая уже немножко такой есть шершавенькая конечно идет когда пила острая почище идет но самое главное что перепадов вот запилов практически нету то есть достаточно точно идет тут наждачкой немножечко пройду и в общем то все доводить его сильно не нужно пилит достаточно чисто ну вот здесь вот на краях чуть-чуть и есть ну а не перепады полмиллиметра может самые большие больше нету в общем для самодельного станка пилит достаточно неплохо чисто то есть остается немножко буквально зашлифовать и все то есть тут доводить его практически не нужно вот и все оно для вас на самом деле это все